МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Добро пожаловать в госку Бастана. Сегодня мы будем смотреть 18 полей. Из них самые крупные мы сегодня увидим. Давайте, мне уже не терпится. Мы подъехали к тёппаровому полю. Тут, получается, надо брать короткие айроны, потому что поле короткое, где-то на 100 километров. А это тоже такая же, да? Одинаковая? Оно одинаковое, только определяется градусом. Тут меньше градус, но оно бьёт на дальшее расстояние. Мы подошли к первому полю, тёппаровому. Ти зона старта. Тут начинают профессионалы. Прицеливаемся. Ноги параллельно, спина ровно. Колени чуть-чуть согинаем, левая рука прямая. Делаем размах, поднимаем фишку вверх. И разворот. Выглядит очень красиво. Может быть, вы меня тоже научите, как правильно стоять? Левая рука прямая. Ноги параллельно, спина ровная. Получается, отойдите чуть-чуть от мяча. Отойдите, да? К зад. Правильно делаю? Или это неправильно? Вы правильно делаете только левая рука прямая? Ага. Я сгинаю руки. Да, да, да. Тут надо учитывать ветер, положение, как брейк идет. На грин тоже надо обращать внимание. Грин это что? Во время игры. Грин это, получается, где находится лунка, флаг. Вокруг нее зона это называется грин. Страшно. Да, не волнуйтесь. Ну, хоть попали по мячу. Ну, вот нам сегодня с вами очень повезло с погодой. Сегодня тепло и ветер достаточно мягкий. А как, например, в другие дни, скажем, когда очень пасмурно или, допустим, дожди, наверное, сразу количество посетителей падает? Да, падает. Но есть у нас игроки, которые не смотрят на погоду. Они каждый день здесь, хоть жара, хоть дождь, хоть град падает и видят этот пейсаж, видят, как у них летят мячи далеко на 250 ярдов. И это им приносит удовольствие. То есть это такой некий антистресс, да, после рабочих времени? Антистресс, да, я бы сказал так. Хорошо, тогда давайте посмотрим еще другие участки поля. Давайте. А эти клюшки считаются женскими или они универсальны? Нет, у нас есть разновидность для женщин, для мужчин. Касье, скажите, а как называются эти машины? Это электрокары, они не требуют топлива. Электрические, да? Электрические, да. А сколько у вас их в гольф-клубе? Их где-то у нас 45 штук, их вполне хватает, выходные и будними. Хватает. Так, скажите, а какая скорость максимальная, которую она разливает? Где-то 25 км в час. Я могу вам это показать. Давайте. Здесь нам какие клюшки понадобятся? Тут, получается, нам понадобится драйвер. Это пятипаровое поле, очень длинное. Это чехол, да? Да, мы будем бить через воду. Она тяжелее, наверное, да? Нет, она легче. А вот, кстати, вот эти столбики небольшие, почему вот эти желтого цвета? Есть еще, я видела, синего цвета. Это у нас не столбики, а маркеры. Получается, желтые – это статковая зона для профессионалов, синие – это для любителей, красное – для детей и женщин. Значит, женщины играют наравне с детьми, да? Ну, как-то так. Хорошо. Снова страшно. О, отлично. Классно? Да, полетело. А куда он полетел? Правее полетел. Правее? Удивительно. И какое здесь расстояние, вы сказали? Да, флага где-то 500 яртов. Это мы должны 5 ударов сделать, хороших ударов, чтобы дойти до лунки. Понятно. Давайте поговорим про дресс-код по поводу игры в гольф. Как нужно правильно игроку одеваться для того, чтобы не скованы были движения, чтобы ему было удобно? Главное – это головной убор, чтобы защищало нас от солнца, там футболка пола, как у меня с валетничком. Удобные брюки, классические можно. И специальные обувь для гольфа. Я слышала, что здесь в гольф-клубе тоже имеется свой магазин, да, называется «Гольф-шоп». Скажите, а какие у вас там цены? Перчатки где-то у нас стоят 6 тысяч, где-то 6. Потом кепки у нас, они где-то у нас 12-15 стоят. Смотря какая модель, какая марка. И из гардероба самая дорогая вещь – это что? Это, скорее всего, обувь будет. Редактор субтитров А.Семкин Кассия, давайте поговорим в целом про развитие гольфа в Казахстане. Как вы считаете, почему этот спорт так популярен среди премиум-сегмента? Гольф, в первую очередь, берет тем, что у нас может играть каждый человек, несмотря на возраст, несмотря на любую физическую подготовку. Он может прийти, взять у нас буквально где-то 10 уроков, и начать играть в гольф, осваивать азы гольфа. А почему считается, что этот спорт именно элитный, элитарный? Ну, когда он зарождался в Шотландии где-то в 15 веке, его играли чисто джентльмены, короли, королевы. И испокон веков так и было. А как можно стать членом вашего клуба? Надо взять годовой абонемент, это годовое членство. В сумме где-то миллион 150 начинается. Посмотрим на это, мы можем сделать какие-то скидки. У нас есть детская академия. Они утром приезжают, мы с ними занимаемся. Выход на поля, это им всем нравится, потому что гольф надо начинать с детства, когда они гибкие, пластичные, могут сразу ухватывать все на лету. Ну вот я всегда считала, что гольф это немного скучная игра. Когда вы выбиваете драйвером 300 ярдов, мне кажется, это его совсем не скучно. У нас есть люди, которые такие маленькие вроде, особо не накаченные какие-то, и выбивают такую на дальнее расстояние. Вот мы с вами подошли к 18-й ломке. Мы должны выбирать флаг. А почему? Мы дали два штрафных. Это по правилам гольфа. Надо соблюдать этикет, как говорится. Сейчас, получается, мы будем соблюдать треугольник. Главное, не торопиться. Вот здесь кружка уже другая, да? Это паттер. Мы играем на грину. Ближе ломки, чтобы катить мячик. Получается, ноги тоже параллельно, да? Все то же самое. То же самое. А бить нужно сильно или нет? Нет, нет, нет. Вот этого хватает. Чуть-чуть маячек. Отлично. С первого раза. Да, тут люди годами тренируются, они могут попасть. Ну прям, да, я действительно очень сегодня радостно и благодаря вам поняла, что действительно гольф — это интересное искусство, поэтому, Кассет, большое вам спасибо за экскурсию, за подробную информацию. Приятно было познакомиться. Спасибо вам тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова